В ноябре 2018 года в солнечной теплой Москве мы с руководителем компании Испана Тур Александром Дашевским говорили о том о сём. И я вдруг возьми да и спроси, Саша, ты же любишь Испанию? А он ответил, я люблю её как женщину. После такого ответа мы решили делать совместный проект о любви к Испании. И вот прошло полгода и уже в совершенно другой обстановке я снова задал Александру тот же вопрос и получил практически тот же ответ. Саша, ты же любишь Испанию? Я её люблю как женщину. Один раз увидел и навсегда. В 2002 году первый раз приехал, влюбился и теперь живу здесь. Вопрос, почему звучит странно, всё-таки, а почему ты её любишь? Прежде всего, всегда отвечаю одинаково своим клиентам, которые задают тот же самый вопрос. За то, что здесь другие люди, более добрая обстановка в жизни, более открытые, более душевные, скажем так. Всегда готовы прийти к тебе на помощь. Мы решили, что наш проект будет одновременно и романтичным, и прагматичным. С Испанией по-другому нельзя. От красот не уйти, но ведь и польза важна. И вот в течение двух недель мы ездили вдоль побережья Коста-Бланка по стране, которая вот уже три года самая популярная у русскоязычных покупателей недвижимости. Рассуждали, как купить, где купить, что купить. И, конечно говоря о настоящем, анализировали недалёкое прошлое. В 2011 году была яма, так называемая экономическая, кризис в Испании, когда недвижимость упала до самых низших точек. Примерно в 2012 году появилась какая-то стабильность, падение прекратилось. И в 2013 году пошёл маленький, но рост. Полпроцента, один процент в годовых. Но рост был. Рост был небольшим, но со временем он стал всё более заметным. Это очевидно не только если анализировать цифры. Достаточно просто ходить вот по этим улицам. Очевидно, в страну пришли деньги, которые стали тратиться на парки и дороги, набережные и торговые комплексы. Можно ли сказать, что то, что мы видим сейчас, есть следствие гораздо более значительного роста последних лет? Как иностранцы, да и сами испанцы получили деньги и стали их вкладывать в Испанию? Много факторов играет сейчас на рост недвижимости в Испании. Это прежде всего вышла экономика из кризиса и покупают северные испанцы с севера страны. Следующее – это Северная Европа. Там система банковская говорит о том, что хранить деньги в банках Норвегии или Швеции сейчас стоит денег. И шведы и норвеги переводят деньги сюда, в Испанию, покупают недвижимость, которая дает им какие-то проценты. Условно, на сегодняшний день рост недвижимости 5-6%. Испания в тренде. Покупать в Испании модно. Доказательства роста или, если хотите, бума, можно найти в самых непритязательных местах. Смотри-ка, самое непритязательное место, которое только возможно. Бурьян и вот. Ну, я тебе скажу, если видишь вот такие будочки бетонные, это значит, что здесь в будущем скоро будет новострой, будет строительство. Зачастую в Испании сначала делают проект, подводят воду, подводят свет, а потом начинают какие-то действия. Ну, я таких будочек по всей стране вижу. Да, это то, когда еще в 2008 году, 2009, 2010 году начали проекты и остановили, а теперь земли перепродают и везде возрождение идет. Активное возрождение. У нас на территории нашего региона осталось совсем немного. Ну, вот я смотрю, там уже строят. Там были и через стояли. Стояли будочки 200 метров отсюда. Я думаю, что в следующем году уже здесь будет застроен комплекс. Ну, все-таки, если более-менее устойчивый, значительный рост идет с 2014 года, ну, тот, который можно померить, пощупочно называется, все-таки 4 года это срок. Это означает, ну, по практике, что года через 3-4, в лучшем случае, а может быть и раньше, случится опять, ну, если не коллапс, то, по крайней мере, некое замедление роста, если не снижение цены. Ты знаешь, анализируя ситуацию в мире по недвижимости, в частности, в Испании, я скажу, что этот кризис многих научил правильно действовать в экономике, связанной с банковской системой и недвижимостью. На сегодняшний день фактор кредитования более строгий, нежели был раньше. Раньше, приезжая в Испанию, вы могли приехать с паспортом, погуляв на пляже и случайно зашли на какую-то стройку, могли купить квартиру, и вам бы дали кредит 100%. Сейчас это невозможно. Для того, чтобы открыть счет в банке, вы должны предоставить свои справки о доходах, доказать, что вы состоятельный человек. Для того, чтобы получить ипотеку, вы должны заплатить своих 50% средств, и 50% только даст банк. Это гарантия того, что, если даже и рухнет что-то, не посыпется сторона, как посыпалось в прошлом кризисе. Но все равно, самый проницательный инвестор пришел сюда 5 лет назад, а те, кто приходит сейчас, тоже молодцы, но немного опоздали. Объективы. Поезд еще идет. На самом деле, конечно, кто сел в первый вагон, всегда впереди. Если в стандартном поезде будем считать, допустим, 16 вагонов, какой сейчас ты садишься? Ну, я думаю, не предпоследний, еще рано. Вот как только банковская система начнет давать по 80% ипотеке и 20% собственников, вот в этот момент я бы уже задумался. Садится ли в этот вагон или нет? Ну, а сейчас мы определенно садимся. Проект стартовал. В ближайшей серии отвечаем на вопрос, с чего начать поиск недвижимости в Испании.